Нижегородская область Павел Владимир Иванович Такой торжественный момент стал уже традиционный, потому что уже последние несколько лет в этот день, день работника лесного хозяйства, проходит участвование наших лучших работников в отрасли. Это особый день для всех тружеников леса. На страже леса стоят те, кто бережет природу с малых лет. Владимир Кузнецов работает в лесоохране уже почти 40 лет. В профессию его привела любовь к природе и лесу. Начинал службу с самого низа. Сегодня, как руководитель, представляет Балахнинское межрегиональное лесничество. Вспоминая начало карьеры, говорит, что благодаря технологиям следить за лесом становится проще и эффективнее, но все равно главным ресурсом были и остаются люди. Поэтому очень важно вовремя подготовить кадры. В нашей сельхозакадемии учатся на лесном факультете наши балахнинские ребята, которые к нам постоянно приходят и даже работают в лесопожарном центре на низших более-менее должностях, но они уже привязаны к нам и мы ждем их. То есть можно сказать, вы кадры как бы сами. Да, три человека мы выращиваем, будем так говорить. Владимира в числе прочих 127 коллег со сцены поблагодарили занесение службы, поздравили с наступающим праздником и вручили ключи от новой спецтехники. Автопарк требует постоянного обновления. Сотрудникам лесоохраны передали ключи от 83 единиц техники. Новые УАЗы, Нивы и ГАЗы удалось закупить в том числе и благодаря национальному проекту «Экология». У нас машина очень старая, ей уже больше 10 лет. Постоянно приходится чинить. Уход за машиной нужен, а тут новая машина. Это высокопроходимый транспорт. Мы еще две Нивы получили, тоже высокопроходимые. То есть это и безаварийные, новые машины. Мы будем более плодотворно ездить по лесу. Совсем недавно в Нижегородской области внедрена система видеонаблюдения лесных массивов. Эта мера оказалась очень эффективной и по некоторым расчетам помогла предотвратить более 70% лесных пожаров. Но возгорание в Мордовском заповеднике оголило проблему взаимодействия лесных хозяйств между регионами. Для предотвращения подобных случаев в будущем уже готовится решение. Есть планы. В первую очередь на федеральном уровне. Министром природных ресурсов уже пройдено не одно совещание, в котором выслушали все предложения регионов. Сейчас планируется ряд изменений, в том числе на законодательном уровне, которые позволят более эффективно реагировать на эту ситуацию. День работника лесного и охотничьего хозяйства ежегодно отмечается 19 сентября. От себя поблагодарим за службу в столь нелегкое пожароопасное лето и поздравляем с профессиональным праздником. Заур Оруджев, Василий Лысков. Время новостей.